Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я хочу вам показать устройство моей ленивой грядки, потому что многие слышали, я не раз говорила, там у меня грядка ленивка, на грядке ленивки. Я расскажу, что такое грядка ленивка в моем исполнении, для чего я ее делаю и все остальное. Вот у нас, вот это теплица у меня. И с той стороны теплицы, я вам показывала, у меня есть технический проход, где я к забору привязывала на шпалере, там малыши в ногах у великанов, ну снимала видео. А вот с этой стороны теплицы у меня точно такой же технический проход, который ни для чего нельзя больше использовать. Тут у нас, сейчас покажу, вот видите, тут сразу дом, и после обеда тут тень, и нормальные здесь овощные культуры, ни томаты солнцелюбивые, которые не крупные. Но я уже пробовала, тут ничего не вырастает, ничего не успевает вызревать. И я вот уже какой третий год здесь делаю грядку ленивку, для томатов с коротким сроком созревания, и для тех, которым не нужна ни посынкование, ни подвязка. Почему именно их? Потому что у нас здесь нет земли. Ну как, технический проход, это и есть технический проход. Здесь раньше были такие хозпостройки у старых хозяев, там нет земли внизу. Ну буквально вот 10 сантиметров. Туда нельзя воткнуть колышек, чтобы укрепить как-то или что-то вставить. Ну можно сказать, как на дороге. Небольшой слой земли насыпали, я высаживаю сюда томаты. Еще раз повторюсь, скороспелые, с коротким сроком вегетации. Почему? Потому что высаживаю их после всего. Когда я уже высадила крупные, когда я уже высадила перцы, высадила все вот эти вот... Вот видите, у меня таймыр вдоль теплицы. Вот им досталось место такое, тут тоже тенек, но половина дня, здесь у нас солнышко. Когда я все-все высаживаю, если у меня остается время, тогда я уже иду на эту грядку-ленивку. То есть я эти томаты высадила вообще в конце июня, по-моему. Ну так как у них короткий срок созревания, они успеют поспеть, они вот уже все с завязями. Сразу говорю, что эти томаты я выращиваю на семена, потому что для еды у нас достаточно крупных все. Но для поддержания семенного фонда, так как я и рассаду, на будущий год буду несколько тысяч сеять, и вообще семена. Семена мне нужны, я сделаю здесь грядку, на которую я больше ни разу сюда не приду ухаживать. Все, как я ее делаю, вскапывается вот этот вот участок, ну вот отсюда и вот досюда. Посредине я протаптываю ногами прям своими, иду протаптываю дорожку и высаживаю справа и слева по две, ну как, две строчки томатов. Так, сейчас разгребу. Вот у меня вот один томат, вот второй томат. Вот так, только по две строчки. Здесь оставляю очень широкий проход, видите какой? Ну сантиметров 60-70. Оставляю, конечно, не для того, чтобы мне проходить, а для того, чтобы уложить туда томаты. Они у меня будут как в грунтовом варианте лежачие. Вот когда они были маленькие, они стояли стоя. Вот так они стояли у меня. Вот так. Сейчас, когда они немножко подросли и начались на них плоды, я их иду и все туда, вот туда вот, в ту сторону все откидываю. Первый ряд, а между ними как высажены в шахматном порядке, чтобы вот эти две лежали, а между ними еще одна будет, вот эта вот, третья, все. И все плоды у меня будут лежать вот здесь, с этой стороны. Но я их еще все не завалила, они еще, вот сейчас буду заваливать. То есть, вот эти все томаты, как только они плодами отяжелятся, им будет тяжело, я их буду туда закидывать. Буду туда закидывать на эту сторону. С этой стороны, я еще ткань не простелила, на днях буду делать. С этой стороны точно так же буду туда закидывать. Все. Больше я ничего здесь делать не буду, так как я застелила там ткань, там травы не будет, там травы не будет. Здесь дорожка, если даже здесь что-то вырастет. Видели я здесь, так я быстро тяпкой прошла, всю траву уничтожила. У меня здесь у них стоит на постоянной основе вот эта штука. Все, я не заходя на гору, проходит 7 или 10 дней, не заходя сюда, я включаю им вот этот автополив. Брызгалка все это смочит, пробрызгает, они дальше растут. Я не буду сюда заходить, пока у них не начнут спеть плоды. Ну, конечно, я зайду раза два, чтобы завалить их туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Здесь получится посреди небольшой широкий проход. Вот на этих тряпках будут лежать грозди томатов. Все. То есть, одни томаты у меня поспеют вот здесь. Здесь, тут очень много тоже, 70 что ли кустов. Вот вдоль стенки, вот там, вот все, все уже тут в томатах. Другие томаты будут лежать вот здесь вот на валом. Вот в таком виде, без посынкования, без подвязки, получается очень много томатов. Я один год даже не знала, куда их девать. Уже и семян столько не надо, и на переработку не надо. Вы видите, что они тут, я им даю волю, вот один ствол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дал восемь посынков, они уже все цветут. И все они, вот эти кисти, будут тут у меня лежать. Они нальются, я их буду немножко поливать. Трава тут так и так не вырастет, потому что томаты заглушат всю траву, видите, они как густо растут. Нижние листья будут сами желтеть, скручиваться, засыхать. Я их потом обберу, пройду, все. Вот эта грядка ленивка, для чего я это все показываю. Бывает у людей такая ситуация, ну что, вот совсем мало места. Вот мало места, а хочется побольше урожая, объема получить, потому что, понимаете, как... Ладно, там мы на салат можем где-то 10-20 кустов крупных вырастить, а заготовки, а вот эти всякие лечи, борщевые заправки, все. Ну вот рука не поднимается, вот такие огромные, бычьи, сердцали, там король-гигант резать на все эти зимние заготовки. Найдите какой-нибудь угол, совсем не нужный вам, посадите вот эти, которые не жалко скороспелке. У меня здесь белый налив, взрыв, потом сибирский скороспелый, щелковский скороспелый, скороспелый, этот грибовский, грунтовый. Вот все вот эти, которые можно вырастить в грунтовом варианте, не требуют совершенно никакого ухода. Даже несмотря на то, что здесь у меня полдня тень от дома падает, им хватает половина дня. Это скороспелки, они неприхотливые, они такие живчики, живучки, они в любых условиях. Вы замечали, даже иногда на помойке вот выбрасывают люди, семечко упало, вырастает помидорина, и она там успевает плод как сформировать и вырасти без всякого участия человека. Я много раз видела у себя на улице. И вот такая грядка ленивка, это выход, это идеальный вариант для работающих, для занятых огородников, для тех, у кого совсем мало места. Ну вот вы видите, вот этот вот проход технический, но он совсем не приспособлен, казалось бы, для теплолюбивых, для солнцелюбивых томатов. Вот он дом, вот забор, со всех сторон преграда для солнца. Оттуда солнца нет, отсюда солнца нет. Тут тоже теплица, у нас тут постоянно тень. Помидоры вырастают, вырастают хорошие. Конечно, здесь я не подкармливаю, я ничего здесь не делаю, никаких каких-то там опрыскиваний по листу или корневые. Тут все у меня растет само собой, но дикие помидоры, они дают очень хороший урожай. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это такой быстренький обзор моей грядки ленивки. Вот эта ленивая грядка, она может, вы можете таким образом вырастить половину своего урожая без всяких хлопот. Тем более, если вот такую вот подключить брызгалку, не надо не поливать. Тканью затянули дорожки, можно и среднюю затянуть. Не поливать, не полоть, не пасынковать, не подвязывать. А что тогда делать? Ну, приходить за урожаем. Все, до свидания.